Документы Победы. Специальное приложение к журналу Родина. Пять выпусков о знаковых свидетельствах эпохи. Тысячи приказов приближали Великую Победу. Жестокие, человечные, суровые и трогательные. Собрать всё под журнальной обложкой невозможно. Мы выбрали лишь часть приказов, что и через 75 лет после Победы не оставляют равнодушными. Для поколения наших родителей, дедов и прадедов верный признак военного времени не столько танки, самолеты и ракеты, но прежде всего продуктовая карточка. В блокадном Ленинграде утеря или кража продуктовых карточек зачастую заканчивалась голодной смертью. До войны нашу страну называли самой читающей в мире. Во войну она стала самой пишущей. За 4 года Великой Отечественной почтальоной доставили адресатам более 10 миллиардов писем. Треугольников, открыток, секреток. Это самый страшный из всех документов Великой Отечественной. Официально он назывался «извещение по форме номер 4». Что такое форма номер 4 предпочитали не говорить вслух. Однако и эта форма имела своё официальное определение – извещение о смерти военнослужащего. Их заполняли, печатных бланков не хватало, на обычных листах из школьной тетради или блокнота. Строгий официальный документ, но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как очень точно сказал поэт Борис Куцкий, слогом простым и вечно живым. Специальные приложения Родины – это не только документы, но истории с ними связанные, эксклюзивные фотографии, воспоминания и цитаты, развенчанные мифы и неожиданные мнения о событиях. Приложение «Документы Победы» имеет огромное значение для понимания и осмысления истории Великой Отечественной, объективной трактовки фактов. Документы Победы – неизвестная правда войны.